Мы это, по-моему, с вами обсуждали, да, формула денежной политики. По-моему, да. Я, честно говоря, на чем мы закончили в прошлый раз? На графиках торгов по Московской бирже, где вы говорили, что существует некая опасность. Эти графики я тоже показывал, да? Да, да. И вот это показывали. Про монетизацию мы тоже говорили, да? Про массу N2 тоже показывали. И это мы смотрели, по-моему, да? Да. Это тоже, да? Да. Денежную миссию мы тоже изучали, да, как она идет? Этого вы не видели, да, наверное? Так, ну что, тогда мы сегодня поговорим о наших реалиях, то, что у нас сегодня происходит в макроэкономической политике. Исходя из тех знаний, которые вы уже имеете, вы сможете оценить качество той макроэкономической политики, которая сегодня проводится, ну, начнем с денежно-кредитной сферы. Я вам про таргетирование инфляции рассказывал, да, что такое таргетирование инфляции? Что это, по сути, представление о том, что можно управлять процентной ставкой, отпуская свободное плавание курс рубля, не вводя никаких валютных ограничений на перемещение денег через границу. И манипулируя процентную ставку, можно добиться цели по инфляции. Вот это смысл таргетирования инфляции. Значит, мы с Магой говорили о том, что инфляция – это многофакторный инструмент, точнее, многофакторное явление. И если обращаться к опыту нашей страны, он фактически подтверждает те представления об инфляции, которые характерны для других стран. Если мы хотим добиться долгосрочного снижения инфляции, мы не можем эту задачу ставить в отрыве от задачи экономического роста и повышения эффективности экономики. Потому что, если мы, опираясь на таргетирование инфляции, как сейчас Центральный банк, поднял резко процентные ставки и фактически добился снижения инфляции ценой резкого сжатия спроса, в результате мы имеем падение инвестиций. Если у нас идет падение инвестиций, они, кстати, не растут до сих пор. То есть мы уже, считайте, 4 года живем в падающем объеме инвестиций. Это означает, что нарастает технологическая деградация. Нарастание технологической деградации означает снижение конкурентоспособности. Снижение конкурентоспособности рано или поздно влечет к девальвации курса валюты. Девальвация курса валюты снова вызывает инфляционную волну. И начиная сначала, сжимая спрос. В рамках этой макроэкономической политики можно добиться снижения инфляции в течение короткого периода времени. Но рассчитывать на то, что от того, что вы снизили инфляцию, вдруг сами собой пойдут инвестиции, экономические росты, активность – это абсолютная иллюзия. Для того, чтобы это происходило, нужно много других составляющих факторов. Во-первых, нужно иметь долгосрочный кредит или источники кредита. В рамках этой макроэкономической политики таковых источников нет. В следствии того, что Центральный банк поднял процентную ставку, у нас не просто произошло сжатие кредита. У нас фактически весь трансмиссионный механизм банковской системы остановился. Промышленность не может брать деньги под 15-20% годовых. И даже она и под 10% не особенно может брать. Поэтому первыми жертвами такой политики стали инвестиционные емкие отрасли, где сроки окупаемости длинные и риски большие. Это строительство и машиностроение прежде всего. На следующем этапе предприятия, отказываясь от инвестиций, пытаются сохранить текущие объемы производства, жертвуя оборотным капиталом. То есть они для того, чтобы поддерживать оборотный капитал и платить проценты. У нас больше половины оборотного капитала в экономике, это заемные деньги в реальном секторе. Чтобы платить проценты по этому оборотному капиталу, нужно отдавать было прибыль сначала. И практически у нас большая часть прибыли сегодня предприятиями отдается банкам в качестве процентов за кредит. Но когда и этого не хватает, уже идет оплата процентов за счет зарплаты работников, за счет сокращения расходов на безопасность и так далее. То есть в итоге, если в классическом представлении банки как финансовые посредники должны собирать свободные деньги и вкладывать их в развитие реального сектора, в этом смысл трансмиссионного механизма банковской системы как посредника между сбережениями и инвестициями, то в нашем случае вследствие повышения процентных ставок сверх нормы рентабельности, мы видим, что процентные ставки превышают норму рентабельности среднюю и по фондам, и по продажам. Здесь продажи, но по фондам ситуация еще хуже. Мы видим, что для большей части отраслей обрабатывающей промышленности кредиты недоступны. Предприятия вынуждены возвращать те кредиты, которые были до этого взяты. Далеко не все могут вернуть. После повышения процентных ставок у нас лавина банкротств вполне работоспособных предприятий прошла. И десятки тысяч предприятий обанкротились, не будучи в состоянии вернуть кредиты, кредиты, поскольку если они занимали на инвестиции, то они не могут вернуть кредит, пока не наступит срок окупаемости инвестиций. И когда коммерческие банки поднимают процентные ставки или отказываются рефинансировать, то есть продолжать кредитование, предприятие автоматически идет в банкротство. Его активы присваиваются рейдерами, которые у нас окопались вокруг государственных банков. Так что трансмиссионный механизм банковской системы остановился из-за того, что нет конечных заемщиков в реальном секторе экономики под такие процентные ставки. А те конечные заемщики, которые есть, в данном случае добывающая промышленность, химико-металлургический комплекс, кредитуются вообще-то за границей. Во многом это не сильно волнует. Наши кредитные проблемы, поскольку это экспортно-ориентированное производство. Единственным исключением является сельское хозяйство, которое демонстрирует высокую рентабельность благодаря девальвации рубля и резкому повышению цен на импортные продукты питания. Общий уровень цен на продовольствие поднялся, что дало некоторую подушку рентабельности нашему сельскому хозяйству и пищевой промышленности. При этом государство еще и добавило здесь в позитиве субсидирование процентных ставок сельского хозяйства. То есть сельское хозяйство сумело получить доступ к кредиту, благодаря чему, собственно, мы видим оживление сельскохозяйственного производства и достаточно неплохие темпы роста. Но до промышленности, особенно до инвестиционного комплекса, деньги не доходят. И в результате получается, с одной стороны, предприятие лишается оборотного капитала и останавливается, сокращает производство. Это ведет к росту издержек, к падению эффективности и, в конечном счете, к падению конкурентоспособности национальной экономики. А с другой стороны, у коммерческих банков образуется избыток средств, потому что это как в магазине. Вы знаете, когда цены слишком высокие, народ покупать продукты не может, и у некоторых наблюдателей возникает иллюзия того, что избыток товаров на полках. Но избыток товаров можно соотноситься только со спросом. Если цена превышает равновесную на рынке спрос и предложение, то у нас образуется избыток товаров. Точно так же образовался избыток ликвидности в банковском секторе, потому что нет заемщиков. И у Центрального банка возникла иллюзия, что в экономике много горячих денег, которые никуда не вкладываются. Поэтому теперь Центральный банк, для того чтобы в их понимании избежать обрушения этих денег на валютный рынок и на раскрутку дальнейших валютно-финансовых спекуляций, искусственно начинает сдерживать эти деньги путем предоставления услуг по открытию депозитов Центрального банка для коммерческих банков и выпускает облигации Банка России. Это два инструмента отсасывания денег из экономики. То есть если во всех странах мира Центральные банки уже сто лет как занимаются выдачей денег в экономику, то у нас Центральный банк отсасывает деньги из экономики. И два главных инструмента, которыми он пользуется на сегодняшний день, это отток денег из реального сектора через коммерческие банки под завышенной процентной ставки обратно в Центральный банк. И таким образом денежная масса продолжает сокращаться и никаких источников дополнительного финансирования инвестиций отсюда появиться даже теоретически не может. То есть такая политика Центрального банка губит экономическое развитие и в рамках этой политики экономика развиваться не может. Собственно говоря, я вам эти картинки показывал, да, по-моему. Совокупные потери, которые понесла наша экономика, на сегодняшний день уже превышает 20 триллионов рублей. Это устаревшая графика. То есть мы исходим из того, что переход к политике таргетирования инфляции был абсолютно нашим внутренним делом, не связанным ни с финансовым кризисом глобальным, ни с какими-либо другими объективными обстоятельствами. Просто новое руководство Центрального банка решило под давлением валютного фонда поэкспериментировать с этим подходом. Мотивируя тем, что якобы он является самым модным в настоящее время, что таргетирование инфляции – это такой майнстрим в денежной политике, и вот надо этим майнстримом руководствоваться. В действительности, это иллюзия. Нам навязали эту политику, потому что нигде в мире ничего подобного не происходит. Но только что в Бразилии, может быть, которая тоже клюнула на эти ловки валютного фонда. Поэтому сокращение экономической активности, которую мы имеем все эти годы перехода к политике таргетирования инфляции – это рукотворный кризис. Если бы Центральный банк не переходил к этой политике, то мы бы продолжили в нашей гипотезе развиваться с тем трендом, который сложился в первые годы после обвала, связанного с глобальным финансовым кризисом. И просто простая экстраполяция этих темпов показывает, что если бы политика денежно-кредитная оставалась неизменной, мы бы сегодня имели на 20 триллионов рублей объема совокупного производства продукции за эти 4 года больше, чем получили на самом деле. Если брать по инвестициям, то потери составляют не менее 10 триллионов рублей не сделанных инвестиций. А если бы мы перешли к альтернативной политике стимулирования экономического развития, то мы могли бы получить еще большее темпо экономического роста. То есть, на самом деле, ущерб, который Центральный банк нам нанес в своей политике таргетирования инфляции, 20 триллионов – это просто прямой счет. А если брать упущенные выгоды, то эта сумма, возможно, увеличится даже до 30 триллионов. Центральный банк не останавливала даже вот эти эмпирические закономерности, ведь очень любопытная закономерность, которая у нас все время прослеживалась, что, как это не странно видеть монетаристам, у нас инфляция повышалась при сокращении денежной массы и понижалась при увеличении денежной массы. Ну, в предыдущей графике – это просто эмпирическое подтверждение тех графиков, которых я показывал раньше, но там фазовый портрет без лет. Просто совокупность наблюдений, разведенная под две переменных – инфляция и денежная масса. Здесь это все по годам в динамике, видно, как это происходило. Но в этот раз Центральный банк добился перелома. Действительно, приходится признать, что они добились снижения инфляции за счет сжатия конечного спроса, но, как я уже сказал, ценой, прежде всего падение инвестиций и угроза нового витка деградации экономики. Еще один важный элемент, почему Центральному банку сегодня удалось добиться снижения инфляции. Имея плавающий валютный курс, Центральный банк отказался от такого антиинфляционного механизма, как якорь номинального курса рубля. Вообще говоря, в открытой экономике пытаться бороться с инфляцией, не обращая внимания на курс – это полный абсурд. Ничего хорошего из этого получиться не может в долгосрочном плане, даже в среднесрочном плане. Но в короткосрочном плане этот эффект достигнут за счет того, что Центральному банку приходится поддерживать искусственно завышенную доходность ценных бумаг на российском финансовом рынке. Во-первых, высокая доходность государственных обязательств ОФЗ. Во-вторых, облигации Банка России, которые он сейчас начинает выпускать, тоже ставят минимальную планку доходности. Также создание условий для манипулирования рынков крупными спекулянтами – все это вместе обеспечивает крупным спекулянтам, прежде всего иностранным, возможность получать доходы порядка 20-30% на нашем финансовом рынке. Когда возникает такая искусственно завышенная доходность на рынке, мы получаем так называемый эффект carry trade. Это такая болезнь, которая считается очень опасной для экономической системы. Высокая доходность привлекает спекулянтов. Спекулянты приходят на рынок этой страны, где завышенная доходность. Приход спекулятивного капитала давит вверх курс национальной валюты, а курс валюты повышается. Это создает еще большую доходность для иностранных спекулянтов, потому что продавая национальную валюту по повысившемуся курсу, они получают еще дополнительный доход. И таким образом возникает тренд повышения курса национальной валюты, который не может быть бесконечным. Поэтому чем дольше этот carry trade идет, тем больше денег зарабатывают спекулянты, но тем страшнее будет обвал. Поэтому carry trade всегда заканчивается девальвацией национальной валюты, потому что спекулянты рано или поздно вынуждены фиксировать прибыль и уходить с рынка. Поэтому мы, честно говоря, ожидаем сегодня таких, ну, видим эти риски и угрозы, неожиданного для наших денежных властей обрушения курса рубля, который, с одной стороны, вызван тем, что три года экономика деградирует, и она не может дальше находиться в равновесии по торговому балансу с внешним миром без девальвации валюты. Повышение курса рубля сегодня уже, по всей видимости, для многих наших отраслей создает проблемы с конкурентоспособностью. Ну, и в-третьих, спекулянты, как только получат некий сигнал, возможно, из-за рубежа, потому что курс рубля формируется спекулянтами на рынке в Чикаго, на валютах, которые являются зеркалом московской биржи. И мы наблюдаем, что на фьюшерсах идет тенденция к снижению курса рубля. То есть, все больше и больше спекулянтов ориентируется на падение курса рубля в среднесрочной перспективе, а это уже создает соответствующие ожидания на рынке. Если мы обратимся к международному опыту, то мы увидим, что общая тенденция заключается в том, что чем выше монетизация экономики, тем ниже инфляция. Ну, отсюда нельзя делать простых выводов, что само по себе увеличение монетизации приведет к снижению инфляции. Это тоже не так. Я уже вам рассказывал многократно, вы сейчас это опять же видели, что экономике важно иметь некий оптимальный объем денежной массы, и очень важно, как эта денежная масса обращается по сосудам экономической системы. Если система вырожденная, как у нас в данном случае, не работают каналы банковской трансмиссии, и деньги моментально попадают на спекулятивный рынок, то быстрая монетизация без создания каналов притока денег в реальный сектор работать не будет. Мы это проходили, сейчас эти графики я вам покажу, когда резкое увеличение денежной эмиссии, это было в 2008 году и в 2013-2014, в 2012-2013, когда для борьбы с кризисом начинается резкое увеличение рефинансирования коммерческих банков, чтобы они не лопнули. Несмотря на все призывы нашего руководства о том, чтобы коммерческие банки деньги довели до реального сектора, они вместо этого моментально переводили рубли в валюту, и тем самым усугубляли давление на снижение курса и раскачивали инфляционную волну. Поэтому, если у вас в экономике нет каналов доведения денег до реального сектора, то сама по себе денежная эмиссия не даст нужного результата, потому что мы должны добиться того, чтобы деньги дошли до реального сектора, были профинансированы реальные инвестиции, внедрены новые технологии, повышена эффективность производства. Поэтому здесь вот эта картинка по 200 странам за, видите, опыт 20-летний, показывает, что для зрелых экономик, в которых сложная система обращения, где работают каналы трансмиссии банковской системы, где государственные регуляторы озабочены тем, чтобы деньги двигались в реальный сектор, монетизация более высокая, а инфляция ниже. То есть тенденция роста монетизации – это не просто некое следствие эмиссии, это результат растущего банковского трансмиссионного механизма. То есть банки растут вместе с промышленностью, с реальным сектором, и центральные банки увеличивают, соответственно, денежные предложения. Картинки эмиссии я вам показывал, как устроена эмиссия в разных странах. Сейчас добавлю, что, например, у нас упрощают некоторые вещи. Скажем, если мы по закону о Федеральной резервной системе США буквально прочтем, что там записано, там первые фразы сводятся к тому, что ФРС США обязана увеличивать динамику, увеличивать денежные агрегаты, то есть обеспечивать рост денежной массы в целях поддержки занятости, экономической активности и так далее. То есть задача Центрального банка не разбрасывать деньги с вертолета, как Бернанд говорил, руководствуясь простой киньсянской парадигмой, и не сжимать деньги, как у нас, для борьбы с инфляцией. А задача Центрального банка обеспечивать в экономике правильное циркулирование денег и увеличивать денежное предложение в той мере, в которой трансмиссионный механизм банковской системы, отвечая на спрос реального сектора, способен эти деньги довести до реального сектора экономики. И надо сказать, что в развитых странах этот механизм работает. Скажем, процентные ставки вы видели, они сегодня отрицательны в реальном выражении при эмиссии и очень невелики для конечных заемщиков. При этом инфляция не растет, денежная масса резко увеличивается. Я вам показывал картинки, она увеличилась в разы за последние 10 лет. Монетаристы не могут понять, почему нет инфляции. А инфляции нет, потому что банковская система удерживает эти деньги у себя, частично отдает реальному сектору, частично резервирует на счетах Центрального банка. И все следят за тем, чтобы деньги не растекались, так сказать, куда попало. И вопрос контроля за обращением денег, он очень, так сказать, серьезно стоит во всех денежных системах. Если государство отпускает ложи и разрешает банкирам вкладывать деньги, куда попало, то жди финансовых пузырей, спекуляций, кризисов. И тому подобное, что мы уже пережили. Исходя из этого графика, который Сулакшин сейчас построил, он давал рекомендацию провести увеличение монетизации российской экономики, рассчитывая на снижение инфляции. Но все-таки главный вопрос, как эту монетизацию проводить. Для западных стран главным каналом расширения монетизации является финансирование дефицита государственного бюджета. И вот мы видим, что в периоды кризисов, связанных со сменой технологических укладов, у нас дефицит бюджета возрастал, потому что увеличилось значение государственного спроса для раскрутки новых технологий. В периоды стабильного подъема дефицит сокращался. И, естественно, поскольку главным инструментом монетизации экономики является продажа облигаций государственного долга, то количество лет с профицитом во всех странах, здесь три страны, но других аналогичные примеры, всегда намного выше, чем количество лет с профицитом. Вот возвращаясь, так сказать, к нашей реальной практике. Здесь вы видите основные направления денежно-кредитной политики, по которым мы сегодня живем до 2018 года. Самый главный для нас интересный показатель это денежная масса в реальном выражении. Она все эти годы, первые два года сокращалась, 2015-2016 год, потом начала немножко увеличиваться. Но, в принципе, в реальном выражении, если мы сейчас по факту посмотрим, это прогноз программы 2015 года. По факту они проводили более жесткую политику, чем ту, которую предлагали проводить в 2015 году. И мы все эти четыре года живем в условиях, сокращающейся денежной массы и денежной базы в реальном выражении. Ответом экономики на это сокращение денежной массы становится снижение загрузки производственных мощностей в силу отсасывания оборотного капитала банковской системы. То есть банковская система, как я уже говорил, по сути, субсидирует финансовую систему, через нее спекулятивный сектор. Деньги уходят из реального сектора, где не добывается с большим трудом, через уплату процентных ставок банкам. Банки у нас показывают рекордную маржу, 6-7% маржи банковской, такого нет нигде в мире. И эти сверхприбыли банков опять же не возвращаются в реальный сектор, а используются для паразитического потребления или финансовых спекуляций. То есть мы видим, что реальный сектор экономики ответил на сжатие денег сокращением загрузки производственных мощностей. В том числе и новые производственные мощности оказались ненужными в такой макроэкономической политике. Оценки, которые проводятся по отраслям, показывают, что потребность в дополнительных кредитных ресурсах очень велика. И достигает 50, по некоторым позициям даже, вот видите, 80%. Сейчас курс снизился, поэтому, тем не менее, практически по всем отраслям реального сектора мы видим нехватку оборотного капитала. То есть рассуждение денежных властей о том, что у нас профицит ликвидности не отражает реального положения дел. С точки зрения реального сектора у нас дефицит ликвидности, а не профицит. Но все дело в величине процентной ставки. Промышленность может по сути принять на себя обратно те 8 триллионов рублей, которые Центральный банк изъял из экономики за последние 4 года и обеспечить нормальную загрузку производственных мощностей. Как вы видите, по мере того, как реальный сектор лишался денег и там дефицит увеличился денег, у банков наоборот рос профицит денег. здесь иллюстрация к тому, что я говорил, сокращение кредитования предприятий. Эту картинку мы разбирали с вами? Я заметил, что теперь все эти стрелочки остановлены. Деньги вообще не поступают в экономику в настоящее время. У нас вместо этого уже устарел график. Вместо этого у нас, точнее, остался один канал поступления денег, вот этот вот, который достиг уже четырех с половиной триллионов рублей после краха банка-открытия, Бинбанка и их решения об их санации. Значит, у нас общий объем кредита, который идет по каналам гарантированных государственным застрахованных вкладов населению на субсидирование санации банков стал абсолютно самым большим. То есть Центральный банк заливает провалы в системе банковского регулирования денежной эмиссии. То есть он нашел возможность имитировать триллион рублей для банка-открытия, например, но у него нет возможности обеспечить, скажем, даже сегодня вот этот канал кредитования поддерживающих активов, где деньги доходят до реального сектора или хотя бы проектное финансирование, которое тоже сворачивается, поскольку Центральный банк считает, что этот инструмент правительством не востребуется, правительство не дает гарантий под проектное финансирование, поэтому инструмент на полтриллиона рублей завис и сегодня фактически остановлено. У нас остался один канал притока денег в экономику на покрытие убытков системе банковского контроля, а вместо вот этих стрелочек у нас появилось абсорбирование структурного дефицита ликвидности через два инструмента, о которых я говорил, облигации Банка России и депозиты. Ну, конечно, у нас остается еще канал, которого здесь нет по покупке валюты, прирост резервного валютных резервов, а точнее он есть. Он сейчас опять работает, но так не очень активно. Значит, мы сейчас обсуждаем переход к системе целевой кредитной эмиссии на поддержку экономической активности и кредитования инвестиций. Значит, в соответствии с международной практикой и нашим собственным опытом предлагается перейти к использованию денежной эмиссии как инструмента поддержки экономического роста. И здесь мы видим следующие каналы. Первые каналы, которые гарантируются государством. Если государство гарантирует инвестиционные проекты и нет никаких рисков того, что эти деньги растворятся неизвестно где или будут украдены, то нет оснований для того, чтобы центральный банк выдавал эти кредиты хоть под какой-либо процент. Поэтому здесь мы поставили ноль процентов. Мало и среднее предпринимательство. Все об этом говорят, не буду рассуждать о значимости этого института, который у нас недоразвит примерно втрое по отношению к европейским странам. У нас доля МСП в три раза меньше, чем в других странах. Замечу, что малый бизнес как правило очень ответственно относится к возврату денег, потому что у людей это вопрос жизни и смерти. Если они нарабатывают плохую кредитную историю, денег больше никто не даст. И статистика по малому и среднему бизнесу в плане возвратности предприятия до изменчивания процентных ставок была очень хорошая. Скажем, по фонду поддержки малого предпринимательства, который еще в 90-е годы работал, возвратность была больше 95%. Поэтому у малых предприятий нет, они работают на грани рентабельности, как правило, у них нет возможности сорвать куш и сбежать за рубеж. Поэтому здесь в общем-то государство могло бы взять часть риска на себя и обеспечить целевое рефинансирование малого и среднего бизнеса под 1%. Таким образом, чтобы через уполномоченные банки, которые гарантируют роль уполномоченных банков заключается в контроле за целевым использованием денег, и для обслуживания этого контроля мы считаем, что им хватит 1% маржи, на максимум 2% маржи. Если брать малый и средний бизнес, там, конечно, хлопот много, поэтому здесь мы ставим для конечных заемщиков 3%. Капитальное строительство и в том числе ипотечное кредитование тоже не является слишком рискованным, если мы говорим о разумных процентных ставках, потому что люди стараются все-таки выплачивать ипотечные кредиты, чтобы не лишиться тех квартир, которые они уже купили, за которые заплатили часть денег. При этом здесь есть механизмы, которые позволяют автоматически вести банковский контроль, так называемые судосберегательные счета, когда люди сначала накапливают в банке деньги, потом, начиная с какой-то момента, банк поддерживает ипотечный кредит, опираясь на сбережение человека, который уже имеет в этом банке кредитную историю. Механизм, который позволяет резко сократить издержки на администрирование, снизить риски. Импортозамещение, о котором много говорится, здесь у нас большие возможности, и поскольку государство объявило это приоритетом, мы по агропромышленному комплексу можем судить, вполне можем иметь относительно небольшие риски при хорошо продуманных проектах. Банки развития, ГВКФ это некий фонд предлагается целевой фонд развития, который бы обеспечивал кредитование долгосрочных инвестиций, но это в том случае, если мы в целом всю банковскую систему не настраиваем на развитие. Надо сказать, что все страны, которые показали нам экономическое чудо, работали с банковскими системами по принципу института развития. То есть и Центральный банк, и все коммерческие банки, которые находились у государства, работали как единый институт развития, обеспечивая проведение денег от кредитной эмиссии до конечных заемщиков и контролируя использование этих денег. Мы оставляем и канал типичный для западных стран, покупка коммерческими банками облигаций и самим Центральным банком облигаций правительства на открытом рынке как механизм финансирования дефицита бюджета. И в рамках этой системы мы для конечных заемщиков гарантируем дешевые кредиты. Главным риском такой системе является нецелевое использование денег, то есть выход денег за контуры этого обращения на финансовые и валютные спекуляции. необходимым условием работы этой системы является ее сочетание с процессами происходящими в реальном секторе. для того, чтобы эта система работала, необходима система стратегического планирования. Вам еще лекцию не считали, да, по стратегическому планированию? Нет? Ну, это более специальная лекция. Сейчас я пока скажу, что мы не можем эти каналы денежного обращения оставлять открытыми, то есть мы должны их замкнуть на развитие экономики, на финансирование инвестиций в реальном секторе, а для этого нужна не просто координация, а нужна такая серьезная совместная работа науки, государства, бизнеса, вокруг стратегических планов долгосрочных, где наука должна подсказывать видение перспективных направлений развития, опираясь на наш научно-промышленный технический потенциал. Бизнес должен брать на себя обязательства при условии, что государство со своей стороны обеспечивает бизнес необходимыми условиями для работы. Это наличие инфраструктуры, это стабильные условия ценообразования на ресурсы, и это те самые дешевые кредиты, без которых никакие инвестиции невозможно. инфраструктуры, соответственно, должна быть создана такая сеть стратегических планов, превращающихся в индикативные планы роста и модернизации производства на базе контрактов между государственными полномочными органами и предприятиями как государственного, так и частного сектора. Если это инвестиции, то это специнвест-контракты, которые прописаны в законе о промышленной политике, если это просто поддержка каких-то видов деятельности, то тоже заключаются соответствующие договора со взаимными обязательствами. Вся эта система должна разворачиваться по отраслям, по корпорациям, по регионам, то есть это такая многослойная матрица многомирная, где требуются очень большие усилия государства по согласованию всех этих процессов частного государственного партнерства. И самое главное, механизм ответственности за достижение поставленных целей. В этом смысле контракты между государством и бизнесом должны предусматривать штрафы со стороны бизнеса, если они не выполняют целевых показателей, и обязательства государства компенсировать ущербы, если государство не выполняет своих обязательств. в качестве примера приведу несостоявшийся специнвест-контракт, который по поручению президента должен был подписан, должен быть сделан по производству инсулина. Простой продукт, которым пользуются миллионы людей, рынок понятен, государство является главным покупателем, поскольку большая часть инсулина доставляется диабетикам бесплатно. Казалось бы, с чего проще, есть государственное финансирование, есть население, которое потребляет инсулин, это все легко просчитывается, сколько нужно инсулина, какие нужны деньги на его закупки. Есть отечественные штаммы производства инсулина, не худшие, чем мировые образцы, изобретенные и выращенные в Институте биорганической химии Академии наук, и успешно реализованные опытно-промышленные эксплуатации для Москвы уже 10 лет назад. То есть необходимо что сделать? Построить завод по производству инсулина, выделена площадка в Пущинском научном центре, где есть квалифицированные люди, которые способны это производство организовать. Был разработан бизнес-план по закупке необходимого оборудования, и мы могли бы в течение трех лет выйти на полное обеспечение российского рынка инсулина. Были даны поручения президента связаны с тем, что Минздрав должен предусмотреть закупки этого инсулина, соответственно, наши корпорации должны были построить завод, наука должна была этот штамп предоставить бесплатное пользование, но ничего не произошло, потому что пришли лоббисты из Франции, проплатили свои хотелки людям, которые отвечали за исполнение этого поручения президента, завода нет, вместо этого построена фабрика по распасовке импортного инсулина, и мы по-прежнему тратим гигантские деньги нашего бюджета на покупку импортного инсулина, не пользуясь своими штаммами. Для того, чтобы вся эта система работала, необходима соответствующая централизация процесса управления развития. В настоящее время за развитие экономики в сущности никто не отвечает, хотя есть министерство, которое называется экономическое развитие, но у этого министерства нет ни функции, ни полномочий, ни желания заниматься экономическим развитием. Именно это министерство должно было нам разработать стратегический план. Закон этот был принят уже три года назад, поэтому время для этого было, для разработки этого стратегического прогноза и прочее, но ничего этого не сделано до сих пор. Соответственно, Труднелось такое предложение провести централизацию на уровне президента, как главы государства, функции стратегического управления. Это, прежде всего, стратегическое планирование, о котором вам было специально рассказано. Это Госкомитет по научно-технической политике, который должен обеспечить научно-техническое прогнозирование, координацию научных исследований в госсекторе с федеральными целевыми программами и с потребностями бизнеса, обеспечить сопровождение по всей экономике поддержки научно-технологических циклов создания новых видов производств. Я вам рассказывал про долину смерти. Которую надо проходить каждому новатору. И нам необходимо создавать такую многоошелонированную систему финансовой поддержки инновационной активности. Также развитие инфраструктуры инновационной деятельности и тому подобное. И третий орган, о котором мы не говорили пока, это Госкомитет по ценообразованию и антимонопольному регулированию. Это тоже такая функция стратегической значимости. И она выпадает из деятельности исполнительной власти по той причине, что органы антимонопольного регулирования у нас имеют квазисудебные функции. То есть они имеют право наказывать предприятия за сговоры по повышению цен, имеют право накладывать штрафы, требовать снижения цен и так далее. Но на сегодняшний день наша антимонопольная служба работает, я бы сказал, из пушки по воробьям. То есть если в большинстве стран мира главный предмет работы антимонопольной службы это крупные корпорации, прежде всего корпорации с иностранным участием, в которых центры принятия решений находятся за рубежом, то у нас главный предмет деятельности антимонопольной службы это магазины, небольшие предприятия малого и среднего бизнеса в регионах. И 90% антимонопольных расследований касаются локальных рынков, поселков, городов, где наказывают небольшие предприятия за то, что они пытаются на локальных рынках завышать цены. Хотя мы все с вами страдаем от злоупотребления именно монополистов, крупных корпораций, начиная от торговых сетей, где мы покупаем продукты и где они стоят в 5 раз дороже, чем у крестьян можно было купить за 100 километров от Москвы. Это, естественно, торговля бензином, топливом, где мы наблюдаем систематическое завышение цены по отношению к другим ценовым пропорциям. Коммунальные услуги накручиваются на энергоносителя. И без государственной политики цен, которая была бы озабочена соблюдением разумных ценовых пропорций в экономике, наш рынок сегодня, по сути, захвачен крупными монополистами, которые им манипулируют и навязывают свои доминирующие положения на рынке, злоупотребляют этим положением, навязывают завышенные цены потребителям. Поэтому политика ценообразования – это сложная тема, которая не противоречит рыночной экономике и законам рыночной конкуренции. Наоборот, если мы хотим обеспечить справедливую конкуренцию и, по возможности, свободную конкуренцию, нам необходимо контролировать злоупотребление монопольным положением, препятствовать этим злоупотреблением и следить за тем, чтобы ценообразование не сопровождалось резкими диспропорциями или диспаритетами цен по разным переделам процесса создания товаров и услуг. Типичный пример здесь, который обычно классическим приводится везде – это диспаритет цен на продовольственном рынке. Он заключается в том, что крестьяне, как малоорганизованное и мелкосерийное производство, не могут защитить свое положение на рынке в силу своей слабой организованности и не могут противостоять давлению монополистов. Они зажаты с двух сторон. С одной стороны – поставщики минеральных удобрений и топлива, с другой стороны – крупные торговые сети. Вследствие чего крестьяне переплачивают за топливо и минеральные удобрения, причем переплачивают много. Могу сказать, что есть один график, который показывает, что объем субсидий на поддержку сельского хозяйства, кривая объема субсидий, имеет почти стопроцентную корреляцию с повышением цен на топливо и минеральные удобрения. То есть практически большую часть субсидий, которые мы даем сельскому хозяйству, достается монополистам через механизм выравнивания диспаритета цен. С другой стороны – сети, которые подавляют конкуренцию и во многом являются каналами притока сюда импортной продукции, которые, поскольку сети принадлежат у нас значительной части иностранному капиталу, иностранный капитал устраивает свою систему снабжения, опираясь на те товаропроводящие каналы, которые им понятны, которые хорошо кредитуются, которые защищены разными технологиями хранения продукции и тому подобное. Диспаритет очень большой. Скажем, если вы сравните цены на овощи, на огороде и на прилавки сетей, то разница в цене может достигать десятикратной величины. И даже сезонные наращивания поставок овощей, скажем, арбузов, которые мы потребляем, в общем-то, российские преимущественно арбузы, цена здесь стабильна. В Москве в 10 раз превышает цену в Астрахани, откуда их собирают. По овощам примерно 6-8 раз, по молоку где-то 4-5 раз, по мясу 2-3 раза. Это такие вот существенные диспаритеты, в которых нормальная рыночная конкуренция не может работать. Это просто за счет сельского хозяйства у нас получают сверхприбыли торговцы и монополисты в сырьевом, топноэнергетическом и химическом секторах. И таких диспаритетов на самом деле можно много приводить. Самый существенный из них, кстати, это процентная ставка, о чем мы сейчас говорим, вследствие которой переходит в переток деньги, вместо того, чтобы идти в реальный сектор, выходит из реального сектора. Поэтому в разумной системе управления необходимо государственное регулирование цен. С участием, опять же, предприятий, прежде всего, реального сектора, скажем, во многих странах действует норма, согласно которой товаропроизводитель имеет право ставить конечную цену. То есть он не поставляет товар, он поставляет товар в сеть, но сеть обязана продавать этот товар по той цене, которая написана на упаковке. Такая старая советская практика. Потребители у нас всегда знали, сколько стоит любой товар, потому что у него был ценник, и комитет по ценам его так или иначе утверждал. Здесь в условиях даже рыночной конкуренции эта норма вполне рабочая. Если товаропроизводитель хочет, чтобы его товар пробивался сквозь эти монопольные структуры сетей, он должен иметь право назначить максимальную цену продажи. Это как маленький инструмент, который у нас абсолютно забыт, но который широко используется, на самом деле, во многих странах. Вот такой набор стратегических функций управления, сконцентрированных на высшем уровне президентской власти, был бы весьма полезен в ситуации, когда у нас правительство работает в вакууме ответственности, оно не отвечает у нас никаким показателям. И в ситуации, когда стране нужен рывок, как сказал президент, значит, нужна концентрация ресурсов. Но эта система может работать в целом только при условии жесткой ответственности за результаты работы по этим целевым показателям, о которых мы говорили. Мы все время предлагали принять закон об ответственности исполнительной власти за уровень и качество жизни в стране, где деятельность правительства федерального должна оцениваться по десятку значимых показателей социально-экономического развития. Если без объективных причин мы проваливаемся по этим показателям, значит, должна быть норма, которая ставит вопрос о недоверии правительству, которая должна рассматриваться в соответствующей процедуре, и которая будет правительство дисциплинировать. Точно так же и вся система госкорпораций должна работать на целевые планы развития производства, повышения эффективности и внедрения новых технологий. Частный сектор через систему частного государственного партнерства и специнвестных контрактов тоже вписывается в эту сеть индикативного стратегического планирования, которая будет призвана вытаскивать экономику на новую волну экономического роста. В целом, наши подходы к созданию системы управления экономическим развитием. Мы с вами сосредоточились на макроэкономике, то есть это налогово-бюджетная, денежно-кредитная политика. Я так понимаю, вам прочитан курс по внешней торговле. Качук должен был рассказывать про внешнюю торговлю, про регулирование внешнеэкономической деятельности. Качук по интеграции в Советском пространстве, мы считаем, что Евразийский Союз, Евразийский и по СССР. Про торговлю тоже нет. Элементы торговой политики, которые сегодня используются для поддержки экономического развития, несколько отличаются от того, что принято писать в учебниках. Потому что, во-первых, благодаря Всемирной торговой организации у нас резко упало значение тарифной защиты. Среднеизвешенный таможенный тариф по передовым странам составляет 3-4-5%. И в рамках системы Всемирной торговой организации Государство взяли на себя обязательство не поднимать таможенный тариф. Идет уже многолетняя работа по их снижению. Поэтому главный инструмент торговой политики, именно таможенный тариф, сегодня свою актуальность утратил. Хотя вы вчера были свидетелями начавшейся торговой войны между США и Китаем, она идет за пределами ВТО. То есть, американцы позволяют себе нарушать нормы ВТО. Китай отвечает тем же самым. Но это есть результат той смены мирохозяйственных укладов, о которых я рассказывал. В ситуации войны, которой сегодня американская властвующая элита ведется всем миром, они, по сути, разрушили своей агрессией все правовое поле. То есть, они не соблюдают никаких международных норм, включая нормы ВТО. Это типичное поведение страны-агрессора, которая хочет удержать глобальную гегемонию путем усиления контроля за периферией. Но, как я вам уже объяснял, они эту войну уже проиграли, поэтому неожиданно для американских властей Китай моментально ответил. Причем ответил так, что они сейчас очень крепко задумались, что им делать дальше. Потому что удар по американскому экспорту продовольствия в Китай из Трампа может выбить последний стул, на котором он сидит, поскольку американское фермерство имеет такую гиперактивность политическую, что пока никто с ними не рисковал вступать в конфликты из американских властей. А фактически половина американского сельского хозяйства ориентирована на китайский рынок. Если его сейчас закроют, это приведет к очень серьезным потрясениям политическим США. Но так или иначе, тарифные войны не имеют перспективы в силу международных обязательств, которые никакая американская агрессия не отменит, естественно, и общий тренд на снижение таможенного тарифа будет продолжаться. Зато другие нормы, точнее другие инструменты регулирования внешней торговли сегодня активно используются для цели развития экономики. Это прежде всего техническое регулирование, технические регламенты и стандарты. Именно не тарифные барьеры, а именно вот эти вот технические, нормы технического регулирования сегодня являются главным инструментом защиты внутреннего рынка и обеспечения своего превосходства на других рынках. Передовые страны навязывают свои стандарты, которые выражаются в технических регламентах международных и национальных ГОСТах. И они имеют возможность, скажем, не допускать на свой рынок продукцию, которую они считают для себя нежелательной. Так американцы, например, защищают свой рынок авиатехникой. Мы не можем пробиться ни с вертолетами туда своими, лучшими, чем в Америке, ни с другой продукцией авиатехнической, если у них есть свои производители. С другой стороны, скажем, они проиграли нам конкуренцию в ракетных двигателях и свободно их, так сказать, покупают. А вот вертолеты, где у них свое производство, они защищают. И сертификация нашей сложной продукции на американском рынке абсолютно нереальна, если мы не будем делать зеркально то же самое по отношению к американской продукции. Грубейшей ошибкой правил торговой конкуренции стало то, что в 90-е годы мы автоматически выдали сертификаты американским и европейским самолетам, которые затем практически бесплатно начали предоставляться нашим авиакомпаниям. И таким образом убили нашу авиационную промышленность. Вот в наукоемких отраслях, которые составляют ядро современной экономики, конкуренция ведется, точнее, государство защищает свои рынки через нормы технического регулирования. Другим способом подъема конкурентоспособности промышленности является денежно-кредитная политика, о чем мы говорили. Потому что нормы ВТО не распространяются на кредиты, на инвестиционную политику. Соответственно, в ситуации, когда у нас нет кредита, безумно дорогой, 10-12% для конечных заемщиков и выше, западные конкуренты и восточные, для которых кредит предоставляется под нулевой процент, имеют уже автоматически, по сути, субсидию по сравнению с нами на 10-12% стоимости своей продукции. Потому что большая часть овечественного в цене труда в наукоемкой продукции составляет не окры. Не окры, во-первых, субсидируются государством наполовину, это уже колоссальное преимущество, плюс еще долгосрочные кредиты под нулевые процентные ставки это преимущество закрепляют. Замечу, что на не окры то норма ВТО тоже довольно, так сказать, либерально относится к кредитсубсидированию не окры. Нельзя субсидировать по ценам, допустим, свою продукцию, включая госзакупки. Норма ВТО запрещает дискриминацию иностранных конкурентов через госзакупки, они запрещают госсубсидии на поддержку внутреннего товаропроизводителя и ограничивать субсидии на экспорт. Но они разрешают использование институтов развития, льготных кредитов, банковских гарантий и субсидии на научно-исследовательские конструкторские разработки. Ну вот, собственно, еще одна составляющая, в которой вам нужно иметь представление. Управление экономическим развитием внешнеторговое регулирование имеет тоже очень серьезное значение. Но надо сказать, что политика обменного курса сегодня играет намного больше роль для нашей страны, чем тарифная политика или политика технического регулирования. Связано это с тем, что, во-первых, у нас курс очень волатилен, слишком сильно скачет. И когда у нас происходит резкая девальвация, соответственно, импорт удорожается. Когда идет повышение курса рубля, импорт дешевеет по отношению к нашим товарам. Так что влияние колебания курса рубля намного сильнее отражается на конкурентоспособности нашей экономики, чем стандартные меры торговой политики. Это еще раз доказывает, что допускать резкие колебания рубля, крайне нежелательны. Потому что, если мы хотим иметь долгосрочное развитие, мы должны обеспечивать устойчивость макроэкономических параметров, стабильность их. В ситуации, когда главный параметр конкурентоспособности текущий скачет, очень трудно планировать инвестиции и строить какие-то прогнозы, бизнес-планы и так далее. Ну вот, собственно, весь набор мер главных. Денежно-кредитная политика как наиболее дешевый инструмент государственного регулирования, стимулирования экономического развития и самый простой в управлении и самый мифологизированный у нас. Налогово-бюджетная политика, которая применена большими государственными обязательствами по социальной сфере, по безопасности и так далее, где возможности маневра сегодня для государства невелики. В налоговой системе возможности маневра есть. Они заключаются в том, что необходимо снижать налогообложение тех видов деятельности, которые обеспечивают научно-технический прогресс, включая ускоренную амортизацию и налоговое субсидирование расходов на те же самые НИОКРы. Здесь есть возможность для маневра за счет природной ренты. Это и обложение сверхбогатых по прогрессивной шкале подоходного налога. В области внешнеэкономического регулирования возможности не так велики. Они связаны нашими обязательствами перед ВТО. Ну и дальше нам предстоит за оставшееся время пройти стратегическое планирование, может быть, поговорить о промышленной политике и таким образом наш курс будет в целом завершен. Значит, если есть вопросы, у нас еще есть 10 минут, пожалуйста. в целом завершенную информацию. Да, Саша. большая часть иностранных инвестиций это как бы инвестиции из Кипра, то есть когда деньги уводятся, а потом обратно заводятся как бы российскими же экономическими субъектами. Получается, судя по этому картинке, что эти деньги, которые когда-то были выведены, скажем, в офшоры, обратно не возвращаются уже? Или каким-то образом Центробанку удалось остановить отток капитала? Как вот в этом смысле? Там была она с картинкой по офшорам, да? Я когда-то ее показывал. На лекции, которые, может быть, 4-м, значит, ну, здесь, по-моему, нет, в этой презентации суть. Значит, процесс офшоризации заключается в том, что не имея возможности кредитоваться у нас, предприятие уходит за кредитами за границу. То есть, первый, тут два стимула. Первый стимул – вывести деньги за рубеж, чтобы не платить налоги, чтобы их не отобрали для недобросовестных предпринимателей, правоохранительных органов. Значит, второй стимул – вам нужно там накопить деньги для того, чтобы было обеспечение брать кредиты оттуда. Поэтому, с одной стороны, жесткая денежно-кредитная политика, а с другой стороны, нарастающий налоговый пресс и пресс бюрократического контроля выжимает бизнес туда, в офшоры. Вслед за деньгами они переводят туда и права собственности. Им надо закладывать свои права собственности для того, чтобы получать за границы кредиты. В итоге мы имеем ситуацию, когда половина прав собственности в промышленности и больше половины инвестиций в промышленности финансируется, точнее, двигается опосредованно через офшорные зоны. Значит, общий круг оборот капитала составляет порядка 100 миллиардов долларов каждый год, из которых 50 миллиардов долларов возвращается обратно. Но это уже дорогие деньги, они возвращаются под видом иностранных кредитов и инвестиций. Замечу, что практически 90% того, что у нас по статистике проходят как иностранные кредиты и инвестиции, это наши же офшорные деньги, ранее вывезенные из России, но теперь приходящие сюда под видом иностранных кредитов, за которые нам приходится как финансово-экономической системе платить проценты. То есть уходят дешевые деньги, без уплаты налогов, возвращаются дорогие деньги с процентными ставками. И наша экономика все больше и больше начинает зависеть от иностранных центров кредита, даже если там сидят российские люди и собственники этих предприятий. Таким образом, практически, если брать негосударственный сектор, я думаю, что больше половины инвестиций проходят через офшоры. Платой за это является постоянный отток денег, то есть мы за рубеж отправляем больше денег, чем получаем оттуда из-за процентов. И вторая половина этих денег, которые утекают в офшоры, вообще никуда не возвращаются, они там и оседают. В этом смысле мы являемся такой дойной коровой западной финансовой системы. Сейчас дальнейшее поддержание такого механизма воспроизводства негосударственного сектора нашей экономики, конечно, невозможно, хотя бы по той причине, что есть угроза санкций, конфискации всех этих офшорных денег. Но, тем не менее, до сих пор мы по де-офшоризации серьезных успехов не имеем. Есть отдельные примеры возвращения денег, но, к сожалению, наш крупный бизнес ответил на пакет законов о де-офшоризации тем, что ушел мне резидент во многом. То есть там была норма о том, что если ты 180 дней живешь в России, то ты должен де-офшоризироваться резидентом, как резидент. А если ты не резидент, то тебе все можно, как иностранному гражданину. А так вот на том слайде у вас в качестве под иностранной инвестицией имелось в виду вот это 10% реальных иностранных инвестиций или все вместе? Все вместе. То есть получается, что все, что там было, там осталось и обратно не возвращается, потому что канал уже как бы перечеркнули на том слайде. А, я понял, о чем вы говорите. Значит, этот офшорный кругооборот, да, он сокращается, действительно сокращается, потому что многие принимают решение о том, что либо вернуться сюда, либо наоборот отсюда уехать. Но, строго говоря, этот канал притока денег, мы его в схему не включили, потому что он же с обратным циклом. То есть деньги сначала вывозятся по этому каналу, а потом возвращаются. То есть, если брать этот офшорный частный канал частного бизнеса, то он работает больше на вывоз капитала, чем на ввоз. Поэтому его нет-то стрелочкой, будет отрицательным. И нет смысла его в эту схему включать. Да, пожалуйста. Да, я хотел бы глобальный вопрос задать. Вообще, зачем нужна вот эта двухуровневая финансовая система, зачем центральный банк все выдает в виде кредитов? Все равно, чтобы их вернуть, получается, он еще больше должен денег создать, потому что он же единственный источник денег. В чем вообще смысл? Чем банк предполагает одноуровневая система Советского Союза? Ну, двухуровневая система, она сложилась исторически, и мы ее продублировали, потому что сначала возникли частные банки, а потом только появился государственный регулятор, и возникли национальные банки, национальная система кредита. И собственники частных банков, они вот с самого начала развития капитализма с 17 века составляли элиту властвующую. Поэтому они, естественно, стремясь свои интересы оградить, сначала занимались расставщичеством, потом, когда государство само начало создавать деньги, сохранили командные высоты в финансовом секторе, заставил государство смириться с двухуровневой банковской системой. В этой двухуровневой банковской системе главными, точнее, конечными эмитентами денег являются коммерческие банки. Центральный банк – это кредитор последней инстанции. То есть сначала коммерческие банки печатают деньги, потом они приходят в Центральный банк с просьбой о рефинансировании, о поддержании потока ликвидности для балансировки своих обязательств. И получателями банковской, не только банковской маржи, но и эмиссионного дохода во многом являются коммерческие банки. Правда, когда, допустим, Центральный банк напрямую покупает облигации правительства, там нет коммерческих банков. Но если мы говорим о рефинансировании экономики в целом, то роль коммерческих банков является ключевой. Для того, чтобы банки не злоупотребляли своим правом эмиссии денег, вводятся механизмы банковского контроля, надзора и регулирования. То есть банкам запрещают слишком много денег печатать. Они должны соответствовать объему капитала, активы должны соответствовать пассивам, есть соответствующие нормы резервирования, которые сдерживают эмиссионную активность коммерческих банков. Но, в принципе, эта система уязвима. Она, как мы видим сейчас, сплошь и рядом приводит к появлению финансовых пузырей. Более того, скажем, в крупных странах, старых странах капитализма, таких как, скажем, Италия, Франция, сегодня уже и Япония работает сплошь и рядом с банками с отрицательным капиталом, когда банки напечатали денег намного больше, чем у них есть капитала и пассивов. И, скажем, центральные банки Японии, он просто субсидирует сегодня японские коммерческие банки, чтобы они не лопнули. В этом смысле попытки нашего центрального банка идти впереди всей планеты по нормам банковского контроля противоречит общему тренду. Сегодня мир банковский не движется в сторону этих базерей все дальше и дальше. Теперь обращаюсь к опыту одноуроневой системы, которая характерна была для Советского Союза. У нас был один госбанк, который занимался финансированием практически всей банковской системы. Разные элементы принадлежали государству. Это была одноуровневая система, в которой денег создавалось столько, сколько нужно для поддержания экономического оборота и для финансирования инвестиций. Цифровая революция в денежном обращении, свидетелями которой мы сегодня являемся, позволяет нам вернуться к одноуровню банковской системы, потому что оцифровка денег дает нам возможность контролировать движение каждого рубля. Если мы все деньги оцифруем в экономике, то мы будем видеть, где эти деньги обращаются. Это дает нам возможность целевого кредитования без риска, что деньги украдут. Исчезает главная проблема коммерческих банков. Главная проблема двухуровневой банковской системы заключается в том, что когда вы отдаете деньги в банк, вы перестаете быть, строго говоря, собственником этих денег. У вас остается только право на получение этих денег. Если банк лопнет, то ваши деньги пропали. И это главный риск двухуровневой банковской системы, с которым мы сплошь и рядом сегодня сталкиваемся. В экономике цифровых денег такого быть не может. Если вы вложили деньги в некий банк, и банк лопнул, эти деньги физически не исчезли. Вы по-прежнему видите, где они находятся. Поэтому цифровая революция позволяет нам вернуться к одноуровневой банковской системе, где государство будет целевым образом создавать деньги и обеспечивать контроль за их движением. Для экономической науки это очень интересная тема, потому что впервые мы сможем видеть обращение денег. С реальной скоростью обращения денег впервые сможем замерять влияние тех или иных каналов обращения денег на инфляцию. А вот эта система все-таки одноуровневая, двухконтурная, да? Денежная система также была в Советском? В Советском Союзе она была двухконтурной, наличные и безналичные деньги. А в цифровой экономике она будет многоконтурной. Потому что можно деньги создавать для сельского хозяйства, их выпрыскивать под 1%, для малого и среднего бизнеса под 2-3%. Ну и так далее. То есть наша идея многоканальной денежной эмиссии, она может работать через систему уполномоченных банков, которая отвечает за контроль над сырьевым использованием денег. А если мы перейдем на цифру, то нам и даже уполномоченные банки будут не нужны, потому что мы можем движение каждого потока денег не просто оцифровать, но и изолировать от возможности перетока в другие каналы. В конечном счете, конечно, когда деньги будут превращены в зарплату, они теряют свою окраску и вливаются в общий котел. То есть у нас вся денежная эмиссия, то есть впрыск новых денег будет происходить под целевым контролем. Понятно, что тот резервуар ранее созданных денег, который обращается свободно, он будет оставаться. И здесь будут действовать все те же самые механизмы банковского регулирования. То есть я думаю, что очень важно понимать, что в современной экономике нет простых рецептов. То есть попытки свести экономическую политику каким-то простым догмам – это всегда провал. Поэтому цифровые деньги не заменят в полной мере существующую безналичную двухуровневую систему, они просто дополняют ее одноуровневым контуром обращения. Но экономика по-прежнему будет сложной. То есть если говорить в целом о системе управления экономическим развитием, то ее сложность должна соответствовать нарастающему разнообразию процессов в экономике. Поэтому если мы хотим управлять экономическим развитием, мы должны отказаться от искушения простых рецептов. Еще есть вопросы? Давайте последний вопрос. Несколько пространных, немного с философским уклоном. Я когда хотел для себя понять суть процессов, которые в экономике, скажем, только если ограничиться в России в 90-е годы, много было вопросов, а почему так казалось неразумным поведением. И ответы на эти вопросы я нашел в вашей книге, которая называлась «Геноцид». И в принципе все понял для себя, что происходило, что двигало людьми и так далее. А вот теперь, если возникло желание также осознать процессы, которые проходили в 2000-х годах и вот сейчас непосредственно, то у меня есть желание пролонгировать тот анализ, который у вас там был. И в ответе на вопрос, что это, глупость или предательство, тут склониться ко второй части. Вот вы как склоняете? Потому что вы, например, предложили совершенно правильную концепцию на этом слайде, который сейчас есть, органы стратегического управления. Но лично я думаю, что существующая государственная система просто не позволит сделать. Потому что контрольных органов нет, например, их органы государственные, как там Верховный Совет, который сможет все дело проконтролировать, как этим управлять. То есть какого вы мне по этим поводу? Ну, главная проблема в системе госуправления, я уже и упоминал, это дефицит ответственности. То есть она совершенно лишена механизма ответственности людей, занимающих властное положение и в государственном секторе, и в частном секторе, замечу, тоже. Потому что наши участники, в основном, как вы убедились по химировской трагедии, живут за границей, они совершенно им наплевать, так сказать, на требования безопасности и всего прочего, отжимают, так сказать, все, что можно из экономики и не собираются вообще вкладывать в ее развитие. И если мы хотим выйти на успешное развитие, нам нужно механизм ответственности системно восстанавливать по всей вертикали и по горизонтали. Нулевые годы, они отличались тем, что стабилизировались производственные отношения, была легализована приватизация, прекратилась борьба за перераспределение собственности. государство установило некий контроль за базовыми параметрами распределения властных полномочий, так скажем. Произошло отделение олигархата от госуправления, что тоже, так сказать, очень важно. Но эффективности сильно не прибавилось по той причине, что удавалось заливать существующие проблемы нарастающим потоком нефтедолларов. В этом смысле мы в нулевые годы получили большой экономический успех. У нас темпы роста были 6-8%. Но главным источником этого успеха был приток нефтедолларов, которые распространялись дальше по всей финансовой системе, доходили до реального сектора, правда, не для всех отраслей. Но, тем не менее, создавали возможность для государства увеличивать доходы бюджета и, соответственно, выполнять социальные обязательства. И зарплаты росли. Но как только этот источник иссяк, у нас иссякли, соответственно, финансовые возможности для продолжения развития. Поэтому иногда говорят, что нулевые годы – это рост безразвития. Ну, можно так сказать, да. Вот это больше предательство или мудрость? Что происходит? Ну, вы знаете, в этих категориях, я думаю, для нашего курса мы едва ли их можем использовать. Мы можем говорить о эффективности, во-первых, такого механизма, во-вторых, о том, в чьих интересах это все проводится. Если говорить о бенефисарах этой политики, то условно главным бенефисаром можно считать офшорную, как говорят, аристократию или олигархию. Людей, которые сумели в период приватизации захватить главные источники доходов и вместо того, чтобы развивать экономику, ушли за границу и использовали свои предприятия как дойные коровы. Вот эта офшорная олигархия, она, конечно, заинтересована в том, чтобы вся эта система дальше функционировала, но она не может дальше функционировать, потому что в ситуации, когда проедается основной капитал, даже дойные коровы, которые казались большими, они все равно умирают постепенно. И поэтому президент до сих пор призывал наших крупных капиталистов вернуться в страну. Сейчас ему помогает Запад это сделать путем санкций и арестов наших активов за рубежом, сомнительное происхождение. Я думаю, что объективно эта эпоха уже закончилась. Она дальше не может продолжаться. И этой офшорной олигархии придется либо возвращаться в страну, пытаясь что-то полезное сделать, либо становиться на путь предательства. Вот здесь слово предательства уместно. Мы это наблюдали на Украине, когда приехала госпожа Нованд, и все олигархи украинские были вызваны к ней на допрос. И даже господин Ахметов, который считался лучшим другом Януковича, предпочел валютные счета на Западе, чем Януковича своего патрона. То есть, когда ставится вопрос о захвате власти, офшорная олигархия почти всегда становится на путь предательства национальных интересов. Вот это еще Бжезинский предвидит ситуацию. Говорил, мы еще должны посмотрим, чья это алита. Ладно, до следующей встречи.